Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Soulstorm'а. Ваше внимание, предлагаю бой в режиме 2х2х2 за ТАО. Спонсором данной серии у нас является Эндрю Панин. Продолжаем спускаться всё ниже и ниже в линейке сражений, которые были 39 тысяч лет назад. И подряд у нас 2 боя. 2х2х2. Оказались. Мой ник Gravity со мной попал ЗВН, за Космодесант. Против нас Ибрамгаунд за орков. Вторая команда Фриск, за ассистёр. И третья ЛР за гвардию. И АМС за хаос. Смотрим. Стал Сорбей. Стал Сорбей. Стал Сорбей. Спящий. Я вот этого не видел, кстати. Стал Сорбей. Стал Сорбей. Стал Сорбей. Ну что мы можем С вами тут Сказать по первым секундам Минутам Стра опоздала Опоздала на где-то Как минимум 50 секунд Это довольно много Даже для боя 2 на 2 на 2 Для командов У тебя могут прикрыть Но тем не менее И ей не повезло в двойне Потому что гвардеец Атакую сразу Который ЛР С третьей команды И более того Сестра еще и пошла в течь Через 2 гена Не ожидая вообще атаки По всей видимости А мы атакуем За военном орка Которому прикрывать надо Союзника Но у него самого проблемы Такие вот бывают ситуации Ну я иногда тоже опаздывал И в фа это было И в командных боях Потому что в игре Очень долгий подбор идет Может тянуться минут 15-20 Если ты отходишь там Своим делам За чаем допустим Нашел на 3 минуты Приходишь А там уже бой начался А галку уже поставил Чтобы не выкинули Ну и вот Как уж так и играй Такое редко бывает Но бывает Да у сестры тут Очень серьезная проблема Сейчас еще и канонист потеряет Которая сражается с командным отрядом Зачем-то вместо того Чтобы от него просто бегать Но командный отряд тоже Отхватил Убегает Надо было конечно добивать ему Канонисту Он это пытается сделать Именно дальним боем Но Фриск потерялся И в общем Слил свою Главную бобинцу И орк Орк бежит спасать Своего Незадачливого союзника Нафига вот он оставил Второй ген Убери ты его нафиг И сделай пехоту Вместо него Или хотя бы Точки там Я не знаю Застрой Ему не дает Застраивать гвардос Который снимает Все захваченное Все нажитое И непосиленно трудом Видите он опять бежит К миссионеру В принципе он мог Легко его застрелить И сестра бы осталась Вообще без ресурсов Орк конечно мог Продонатить Но у него самого тут Экономика то Далеко не идеально Ну я его обстреливаю Я вообще не видел Что там происходило Да и в принципе Даже если бы и видел Ничего бы не изменил В своих действиях Это командная ФФА Союзник Опоздал Или ни хрена Ничего не делает Это как бы его проблема Еще одну канонисту Делает Фриск И пытается отстрелить Наглого гвардейца Тут Орк уже все силы Бросил на прикрытие Сейчас сам потеряет Свою механицу Певатель портнулся От командного отряда Местра пытается восстановить экономику И так до сих пор не разрушила Макет генератора Что выражится дополнительным влиянием В принципе один генератор стоит Практически отряда сестер Который он мог сделать Добавив там десятку Но нет он Не идет А здесь еще был гейский режим Кстати говоря Включен С захватом Точки Ну и захватил я Не для того чтобы Выиграть Подобным образом А для того чтобы Ресурсы себе поиметь Дополнительно Ну кто нибудь снял бы наверное Все равно Ну а пацанам Тут не до этого Битва кипит Если бы сестра бы успела Зайти с самого начала Ну кто знает Она бы застроила бы уже точки И они бы начали уже стрелять Гвардейцу Не получилось бы так Беспрепятственно прорваться Хотя все равно Творит она дичь Например Гоняясь за гвардейца Вместо того чтобы встать в кавер И вместе с орком Отстрелить спокойно Его И захватить свои точки Какая-то паника И вообще непонятно ничего Сейчас второй кононист потеряет Можно Нет отбиваются Несовместными усилиями Но гвардейц ведь один Таковал практически против двоих Хаос в тече Потом настроил целую кучу генераторов Не прокачал точки Но он все походу решил в краба ввалить Поставил турель по центру Чтобы его не прорвали А я пошел неожиданно через мотка Даже неожиданно для себя самого Наверное тогда решил Что раз Космарь в команде ЗВН вроде неплохо играет Правда иногда он Тянет одеяло на себя игры Играет какую-то свою игру в соло В командном противостоянии То есть абсолютно игнорирует То что делает союзник И Порой для него это плохо кончалось Когда он был в моей команде Когда Он был против моей команды особенно Но Тем не менее Играет нормально Поэтому вполне Неплохо будет сочетаться Такой состав Мантка и Косма Конечно Если бы я играл соло Или это был ФФА Я бы поставил Кауин Он более силен Несмотря на то что Конечно танки хороши В Мантка Единственный минус У них мало ХП Но Вся пехота хуже Дроны хуже ХП у всех меньше Дальность меньше Урон меньше Поэтому Тау На Тау Допустим Кауин При равной экономике Ну хотя хрен знает Там еще скилла зависит При равной скилле И равной экономике Мантка может победить В случае если экономика слабая У того и другого Если экономика сильная У обоих Тау И равный скилл Победит всегда Кауин И в Мантка Есть минус еще один Это долгий выход До танков То есть вы получите Их в Т4 А в Кауине Вы получаете уже Пехоту на Т3 улучшенную То есть у вас Гораздо быстрее Просто атака начнется Так А Хаос Вспоминает Видите свою молодость В белокаменной будке Он начинает строить Турели И Занимается Центр То есть он настроен Выиграть Гейской победой Там Турелец Около Ключевой точки А гвардеец Снова пошел На Сестру Хаос пишет Что нужно Убить Тау Тау не так Так просто убить Тау Это высшая Справедливость Я не стал делать Пехоту Обычных ФВ Наделал Невидимых Ну Тау Хаос Обычно Спамит крабов На Т2 И начинает Ими расстреливать Поэтому Идеальный вариант У него именно Икси 25 Чем больше Тем лучше Командор Для убийства Того же Варлука Например Которая будет Светить Но он правда Может сделать еще и Дополнительно Своих Культистов С темным видением И в общем-то Будет все не очень хорошо С гранатометами Они будут у вас и видеть И не дадут толком Подлететь и пострелять Как и сани крабы тоже Хаос конечно имбалансный Т2 Вообще полный барет Вот идет Культисты Невидимые С гранатометами Крабы Которые херачат И по технике И по пехоте Вжигают ближний бой огнеметами Разносят авиацию Тоже смотрите В мортир не стреляют Далеко не так конечно мощно Как Василиски Но тем не менее Вы можете их наколепать И в Т2 противник Просто разорвать Практически любого Т3 и Т4 У них уже конкурентно способны Т4 проигрывает Многим фракциям Но Т2 у них И Т1 Это полный бред Особенно вот здесь вот Болтера тоже На Т1 Которые появляются Так Странка Я это сделал Антитех На 11 минуте Смогла Но никак не может Захватить Реликт Не дают Тут постоянно Обстреливают Тот же Хаос Обстреливает его И остается 5 минут До гейской Победы Хаоса Пока Пока особо не торопился Т4 почти есть И за 5 минут Танки бы уже были готовы Точно Быстрее Даже Через 2 минуты Должен был бы выйти Уже первый танк Можно было Конечно Телохранителей Пустить Сделать Дубликат Снять Сливать Пачку Я не стал Я такой Хаос А тут Турель Стоит Ну потому что Видите ЗВН Начал атаку Через терминаторов Внезапно на Хаосита Я решил его поддержать Хотя я Еще не был готов Хаос Прожать Но тем не менее Помогая ему Избавиться от крабов Которые бы его Всю пехоту Раскидали И видите Опять несогласованный Абсолютно Атака Потому что ЗВН полез Играть в свою Любимую игру Под названием Своя игра В командном ФФА Вот Ну и Сейчас это Естественно Закончится Весьма хреново Так как у меня Пехоты не было Достаточно Чтобы его прикрыть И мог прикрыть Только его антитехом В принципе Он мог и отпрыгнуть У него терминатор В основном атакует Если он прокачал Телепорт, конечно Здесь прикрывает Там чем может Пока у него Еще нет ТС-4 Я же говорил Тебе, идиот Надо было Тау атаковать Ты шо сделал Ирод Ну ты его не Тау Атаковал А Спейсмарин первый Ну и тут Разбираю Пост Кризисом Не люблю Эти юниты Лучше их По возможности Не делать А использовать ФВ Использовать Икси-25 Даже на Манка Но Все вот эти Вот Икси-Ви Они Будут Менее Эффективны Особенно Будут Менее Эффективны ФВ Потому что Дальнобойность ХП Будет Меньше И В общем-то Урон Будет Так же Меньше Но Зато У вас Будет Два Крутых Танка Потому что Кротокса И Курица Но Они Такие Себе Чисто Так Дамаг Подпитывать Гвардец Т3 у него есть Но Бенька Даже Еще и Не Намечается В строительстве Вэн Отпрыгнул Назад Но Хаосу Дамаг Нанесли Сломали Там Пару Точек Крабов У него Смол Сэй Т3 Нет Построил Даже Врата Демонов Кидаю Орбитальный Удар И Остается Всего Минута Сорок 5 Секунд До того Чтобы Хаос Учил Звание Гей Гей Дис Батл Как В старом Так сказать Стишке Пацаны Пацаны Пацанчики Где же Ваши Пу-пу Пуканчики А Не Не так Пацаны 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 Пацанчики Где же Ваши Баба Бананчики Я люблю Вас Сегодня Мальчики Приготовьте Свои Пуканчики Вот так Это было Еще В институтскую Мою юность Этот Стишок Был в ходу Помню У нас В сортире На Стенке Был написано Специально Запомнил Тогда Еще Никаких Смартфонов С камерами Не было Поэтому Пришлось На память Напоминать Сразу Видите Еще Не Воспроизвел Но Рифма Неплохая В общем Достаточно Интересной Стихи И Вот Врываемся Мы За Веном И Буквально Там За Каких-то 43 секунды Что Снимаем Точку И Не Получается Получить Гей месяца Звания Хаос В этом Бою Ну И Вот Работают Работают Рыбомолоты Реализуя Свои Мощные Пушки ТП Конечно Побольше ТП У них Всего 4 200 Это Это Мало В сравнении С танками Хаос Орков Гвардейцев Космодесанта Хотя бы Я не знаю Ну 5 тысяч Мне дать 5 Не На 5,5 Наверное Хотя бы 1000 5 бы дали Чужой Жить За 4 200 С говна И палка Что-то сделано Даже Спертые Танки Орков Больше И Снова ЗВН Кидается Вперед Снова Атака Была Нихрена Не Согласована И Вот У него Лендрайдер Ползет Знакомясь С местной Физикой Не может Проехать Быстро И Не получается Ему Прикрыть Соответственно Свои Войска Быстро Хаус Тем временем Строит Вторую Главку Он еще Даже Не Построил Врата Демонов Но При этом Уже Вторую Главку Строит Брам Кишет Ну Хорошо Все Пацаны Там Месяца Вообще Классно Сейчас мы Подождем Нанесем Ударом Хау Ред Дехайн Ай Аэм Эмэс Пишет Ну ПГ Фриск Пишет Е Ох Я вижу Я вижу Что там Какие-то взрывы Идут Через туман Войны Вообще Классно Давай Копим силы Браторг И Нанесем Удар По Гнусным Человекам Будем Стукать Человеков Рубилами И Зубилами Перепрыгиваю Прям в толпу Врываюсь Крабов И начинаю Их Расстреливать Влетает Сюда Рыба Молот И хаус Не выдерживает Что там Там все писал ИГ Мой А Он пишет Негодяй Грит ИГ Мой Видите Это русский Русский Хаус Который Пишет На Буржуйском Наречии Так Выходит ИГ Ну ИГ Хотя бы В Т4 Вроде Как он там Выходил Все таки А вот Ну Мунтутрит У него точно Было А вот У Хауса Как-то Даже не состоялось Толком Полноценное Т3 Он не сделал Ни облитераторов Ни одержимым И пишет ИГ Грит Негодяй Мой Так бежит слон Но слон Видите Промахивается У него У него была Просто такая Пробежка Он Разогревал Мышцы Там Под броней Разминочка Вот И начинается Обстрел Начинается Обстрел И еще Походу Моего этого Да Командора Збреют Своим лазером И полетела Сестра Сестра Которая в Т4 Видите Протещилась И внезапно Они атакуют Теряет Ленд ЗВН И В общем Все тут у него Плохо На базе Орк его Сминает И сестра Прорывается Ко мне На базу Начинается Какая-то Неразбериха Бегают Спейсмарины В ближнем бою Со святой Жарят Кризисы Против Стрекризис Нормально заходят Особенно Пехотку Пожарить Может Уничтожить Машину Наказания Принять В себя Дамаг Но у них КП тоже Немного У них всего 2700 Хотя бы Не знаю 1400 Боим дали Там 4.5 Как Массивным Машином Наказания Дредноутом Шо это Так Это 2700 Так Тут Битва Не менее Солидная Идет У ЗВН Сражается Моя Курица С Варбосом И почти У нее не осталось ХП Тем не менее Навяжет Отряд Гецов И Курицу Застрелили К сожалению Продолжается Прорыв Активный Никак Не сдохнет Слон Ситуация В принципе Вполне Нормальная ЗВН Построил Еще одну Главку У меня И строит Уже Здесь Завод Занимаем Моей Производственной Площадью У меня И старая Главка Но Никак Тут Еще Толком Не обеспечишься Генераторами Так как У меня Не хватало Влияния Пошли В бой Дроиды Неплохо Справляются Со всей Любой Пехотой Видите Бегут Еще и Кающиеся Сестры Я почти Застрелил Слона Слон Опять Разгоняется Но Что-то Как-то Пытался Видать Уйти Из-под Обстрела Просто Более Мощным Разгоном И ушел Он на балу С соплей ХП Возвращая Чтобы здесь Святую Убить Который Продолжает Здесь Наяривать По моим же Войскам Кто-то Сейчас попадет Под орбитальный удар Практически Все погибают Кающиеся Кастично Отлетают В кавери Там у меня ХВ-25 Но это уже Мала мелочь Святая Тоже смогла С соплей ХП Уйти По-моему Уже Возродившиеся И Видите Здесь ЗВ Таки Ломает Вроде Главку Тоже ему Тут Немножко Поднасрал Если Ломать Главку Это будет Конец Для орка Практически Да Ломает он Главку Ему Теряя Всех Своих Терминаторов И Дредноуты Мы Захватили Рис Как Захватили В принципе Да Две точки ЗВН Взял Три Взял Я У Хаоса И Сестра Сестра Бежит Ломать Экономику ЗВН У меня уже Новая Курица И Иду Ему Помогать Улетает Курку Норк Уже Пишет ГГ Остался Без Главки У него Есть Еще Одна И В принципе У него Остались Баннеры Он мог Ее Прокачать Но Он Потерял Почти Все Генераторы У него Было Мало По всей Вести Энергии И В общем-то Он Понимал Прекрасно Что У нас Больше Гораздо Ресурсов Правда Ведь Пытается Пытается Сестра Фриск Сломать Точки Для ЗВН И лишить Его Влияния Но ЗВН Не потерял Главку В отличие Тор Тор Сто 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 Не потерял Главку В отличие от Торка И По его Генераторам Не был Нанесен Ощутимый Какой-то Урон Тем более У него Есть Тереликт С другой стороны Захваченный Торк его Снял Кидает Орбитальный Удар ЗВН В общем-то И войск Не остается Больше Он потерял Всех Терминаторов Он потерял Лэнс Но Кроме Снайперов Кого И не осталось Ну У меня Уж была Не полная Армия Собираюсь И влияния До сих пор Свободного Нет Да и Энергии Было Тоже Немного Сейчас Начинаюсь Расстраиваться Да ЗВН Поставил И вторую главку И строит Генератор На всякий случай И вот Лэнд У него Застрял Благополучно В моих Дронах И ФВ Видимо Такие Движения Делает Показывает Врагам Как бы Фигу Что Не достанете Вы до меня Надежно Защищен Так Так И остается Две минуты Кстати До 20 секунд Дагейской Победы Только Уже Захватил ЗВН Ключевую Точку Не знаю Для ресурсов Или для Победы Но В любом Случае Брам Пишет 4 базы Против 2 Да Ну Нах Извини Горин Я на такое Не подписывался У него Кстати Был Бесплатный Спам Прокаченный Смотрю У него Орки Бегут Пацаны Но Они Быстро Убиваются Но Мог Ввлекать На себя Внимание Тем Не Но У нас Не Был Четвертого Респа Захвачен То Он Был Вообще Свободный Пожалуйста Беги Забирай Ты Леон Или Сестра Но Орк Предпочитает Сдел Сам Простой Вариант Это Ревнуть Из Боя А В общем То Он Мог Прокачать Свой Лагерь И Продолжить Борьбу У сестры Ну База Была Но Как Была Тут Уже Видите Опять Сыпется Десант В любом Случа Была Была Крышка Как Только Зевен Добрал Бо Войска Мы Бо Их Прожали Я Просто Сдерживал До Момента Пока Он Наберет Фул Лимит И Эта Тяжка Была На Минуту Тем Более Оставалась Минута До Победы Видите По Захвату И Орк Понимал Что Им Уже Не Прорвать Точку И Время Можно Тянуть Но Сестра Видите Все Еще Верит Верит В Победу Будет 25 Из Под Удара Ударная Волна Которая Наносит Основной Урон Подбирается И Когда Она Исчезает Не Запаса Иначе Она Вас Так Жестко Продамажит 30 Секунд Остается До Нечестной Нечестивой Победы Ну а Сестра Выходит Остался Нес Завод В принципе Я успел Был бы Разрушить Думаю И В любом Случа Победили Б Полностью Не По Захвату Ну а Такая Битва В целом Неплохой Бой Получился Хотя Опоздание Сестры Непонятная Игра Хаоса Может быть Немного Его Испортили Красоту Момента Если бы Сестра Успела Быть может Все сложилось Бо и по Другому А может Быть и Нет Но Это Уже Неизвестная История Не терпит Слагательного Наклонения Это Уже Было 1590 Я набираю По Войскам 1515 ЗВН 120 Фриск 625 Ибрам Набирает ЛР 345 И 115 АММС 187 Я уничтожил 192 ЗВН 94 Фриск 93 Ибрам Почти Одинаково 93 94 Что там Единица Разницы У нас тоже Было 5 Разницы Но в 2 раза Больше Чем у них У каждого ЛР 35 И 36 АММС Уничтожают 100 Я потерял Единиц Но тут Было Много Дронов 68 ЗВН 124 Фриск 231 Юнит Ибрам Потерял 61 ЛР И 53 АММС 15 Ой Точнее 13 Зданий Я уничтожил 17 ЗВН 4 Фриск 1 Ибрам 1 ЛР И 0 АММС 2 Здания Потерял 4 ЗВН 8 Фриск 8 Ибрам 0 ЛР И 14 АММС По Армии 168 Было У меня Юнитов Создано 98 ЗВН 122 Фриск 266 Ибрам 90 ЛР И 54 АММС Ну Орг Закономерно Спамил Пацанов Больше Всех Одними Пацанами Не затащишь Они могут Сдерживать Но У вас Должны Быть войска Которые Будут За спины Настреливать А Если Их Нет То Спам Этот Бесполезен Почти 33 700 По Ресурсам У меня 31 100 ЗВН 23 300 Фриск 22 900 Ибрам 15 400 ЛР И 15 100 АММС По технологиям 1040 У меня 940 ЗВН 950 Ачаи 850 Фриск 1030 Ибрам 660 ЛР И 340 АММС И Общий Счет 36 300 У меня 33 500 ЗВН 24 700 Фриск 24 600 Ибрам 16 400 ЛР И 15 600 АММС Бой шел 25 Минут 17 Секунд Примерно То же самое Что и было В прошлом Видео Я там не помню Сколько Плюс-минус Пару минут В 2 на 2 На 2 Какой Какой Из боев Был Сложнее Даже Не знаю В принципе Оба Были Достаточно Простые Союзники Были Нормальные Что в таких Боях Особенно Когда рандомный Подбор Встречается Крайне Нечасто У меня были бои Здесь На канале Уж Которые Выложены Совсем Уж Со слабыми Чуваками Были у меня бои Когда и чуваки Вообще Выходили Вылетали В общем Короче Разные бои Здесь бывают Но чаще Вы попадаете Либо С никаким Либо С вылетевшим Вот такой вот Расклад Надеюсь Что вам понравилось Издание Не забывайте Поставить лайк Подписываться На канал Если еще не подписаны Вступайте в группу ВК Оставляйте свои Комментарии Жмякайте Там на колокольчик В общем Чтобы Не пропустить Очередное Хардкорное ФФА Сегодня все С вами был Крестоносец Всем удачи Пока Пока Субтитры 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 Субтитры